Здравствуйте, дорогой читатель! Наша с тобой встреча посвящена сегодня 500-летию Кремля. Мне хочется познакомить тебя с интересной книгой, которая называется «Тайны Тульского Кремля». Из этой книги вы сможете узнать, как строился Кремль, какой он был изначально, для чего он был предназначен. Всю историю Кремля Тульского сможете узнать из этой книжки, причем очень интересные подробности. Я немножко вам зачитаю, для того, чтобы вы имели представление об истории Кремля. В древние времена жизнь людей была тяжелой и опасной. В любой момент жители могли ожидать нападения врагов. Можно было лишиться не только имущества, но и жизни. Поэтому люди стали защищать свои поселения крепкими деревянными стенами. Такое огороженное место на Руси называли Кремником или Кромом. Позднее появилось слово «Кремль». Слово «Кремль» связано с бытовавшим на Руси названием крепкого строевого леса, который называли Кремлем, либо Кремлевым лесом. Кроме того, в древнегреческом языке существует слово «кремнос», что в переводе означает «твердый». Крепости ставили в местах, защищенных со всех сторон, естественными препятствиями – болотами, реками, оврагами. Часто ставили крепости на пересечении торговых путей. Сюда стремились путешественники и торговые люди, гости. Как правило, этот город и эта крепость называлась торговой. Рядом с Кремлем возникал торг. Уже в IX веке были построены деревянные города-крепости. Новгород, Ростов, Великий. Города в Древней Руси – это всегда крепости. Шло время, появлялось более мощное оружие. Деревянные крепости уже не могли защищить людей, и их стали заменять каменными. В XIV-XV веках появляется огнестрельное оружие – пушки. Они позволяли вести приступ со всех сторон. Защитники крепости тоже использовали пушки. Башни ставили так, чтобы было удобно простреливать все пространство перед крепостью и вдоль стен. Новые крепости имели прямоугольные очертания. Такие крепости называли регулярными. Пример тому – наш Тульский Кремль. По прошествии веков Кремль утратил оборонное значение, но остался историческим и культурным центром города. Строительство Тульского Кремля было отмечено многими русскими летописцами. Тульский Кремль – самое древнее сооружение города, донесшее до нас память о мужестве и боевой доблести предков, главная его достопримечательность. Когда же появился Кремль? Кто и когда его построил? Кремль был построен по указу московского государя Василия Третьего. Чтобы выбрать место для строительства Кремля, царь послал специальных людей. В результате было выбрано место в падении реки Тулицы в Упу. Важной причиной сооружения здесь, крепости, была защита бродов через реку Упу и знаменитой дороги Мурманский шлях, по которой в московское государство с юга вторглись неприятели. Строительство Кремля требовало много времени, а город не мог оставаться без защиты. Поэтому строительство каменного Кремля было приостановлено, и Кремль стали строить из дерева. В 1514 году продолжили строительство из камня. В работах были заняты сотни людей. Однако строительство все равно было длинным и продолжалось 6 лет до 1520 года. Со всех сторон Кремль был защищен естественными преградами. С севера и с северо-востока полноводными в прошлом реками Упой и Тулицей. С юга-востока речкой Хомутовкой. С юга-запада Ржавским болотом. Кроме того, Кремль был окружен рвом, наполненным водой. Через него к воротам были переброшены подъемные мосты, которые убирали в случае опасности. В настоящее время на месте рва городской сад находится. Он был разбит в 1838 году. Будучи единственной русской каменной крепостью за рекой Апой, Тульский Кремль по праву считался одним из ведающихся оборонительных сооружений на Руси того времени. Особенность Тульского Кремля – это расположение его в пойме реки Упы, окруженной суклонами, а не на возвышенности. При строительстве учитывалась возможность нападения с любой стороны, поэтому высота всех его сторон и башен одинаковая. Башни и стены были построены из белого камня и большемерного красного кирпича. Так как Кремль сооружен на болоте, фундамент, нижняя часть стен, лежит на дубовых сваях, вбитых в грунт. Фундамент сложен из белого камня, из весняка, который доставляли из окрестностей города Венёва. Но не любой камень годился на строительство, а только самый прочный. Камень исследовали и проверяли тремя способами. Первый способ был – его заливали водой. Если он сильно впитывал воду и разрушался, в этом случае камень был непригоден. Второй способ – его проверяли огнем. Если под воздействием огня камень разрушался и раскалывался, он также был непригоден. И третий способ – по нему били молотком. Камень должен был выдержать, и звук должен был быть звонкий. Давайте повнимательнее рассмотрим стены Кремля. Тульский Кремль выстроен в форме прямоугольника. Раньше, замечу, Кремль строили овальной формы до Тульского Кремля. Стены его протянулись на один километр и охватывают площадь примерно 6 гектар. Это 60 тысяч квадратных метров. Переводим. По сравнению с XVI веком стены и башни стали более низкими, так как уровень земли поднялся примерно на 1,5-2 метра. Это наросший за столетия так называемый культурный слой песка, земли и нанесенных ветром. Стены Кремля завершаются двурогими зубцами в виде ласточкиного хвоста. Так и у московского Кремля, построенного ранее. То есть наш Кремль Тульский, вот по зубцам, он очень похож на московский, и даже в некотором смысле по расположению башена не похожа. Общая высота стен, включая зубцы, сегодня около 10 метров. В зубцах есть отверстие для стрельбы, которое называется бойницами. Всего в зубцах стен Кремля насчитывается около 300 бойниц. Вдоль стен идет боевой ход. Это площадка, откуда под прикрытием зубцов кто с пищалью, а кто с рогатиной отражали врага защитники города. Башни делят стены на участке Прясла. В нижней части стен устроены полукруглые ниши, чтобы защитники Кремля могли скрыться в них во время осады. Основная огневая мощь Кремля была сосредоточена в его башнях. Они выступают за линию стен, что давно давало возможность введения фронтального и флангового боя. В Тульском Кремле 9 башен. Все они разного, разные, но каждая из них настоящая крепость. Вот небольшая схема, если вам интересно. Внутри башни разделены на 3-4 боевых яруса. Между ними устроены лестницы, которые выводят верхние ярусы и на боевой ход. Нижние ярусы служили хранилищем пороха и каменных ядер. Башня завершается островерхими деревянными крышами, шатрами. Каждая башня имеет свое назначение, которое отражает ее расположение или назначение. В углах прямоугольного Кремля стоят 4 круглые глухие башни. Спасская, Наугольная, Ивановская и Никитская. Еще 4 башни квадратные, проездные, которые отличаются от глухих башен, устроенным проездом, закрываются мощными дубовыми воротами и железными решетками, герсами. Это башня Адоевских ворот, Пятницких ворот, Водяных ворот и Ивановских ворот. Девятая башня на погребу, квадратная и глухая. Кому будет интересно прочитать об этих башнях более подробно, может познакомиться с вот этой книгой. А для тех, кто хочет проверить, запомнил ли он то, о чем я прочитала, я предлагаю вам разгадать кроссворд, который вы увидите после этого видео.